МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда поставить остановку? На совещании в Городской думе обсудили возможные варианты размещения остановочных павильонов около первой поликлиники. В кружке и секции по навигатору. Получить дополнительное образование теперь можно по сертификату. Далее расскажем обо всем подробно. Как сократить путь с автобусной остановки до первой поликлиники или Маслихи? Решить этот вопрос поможет установка новых остановочных комплексов на улице Семашко. На совещании в Городской думе рассмотрели два варианта размещения павильона для общественного транспорта на отрезке от Курчатова к Зерново. Либо это будет заезд непосредственно в карман перед входом в первую поликлинику, либо это будет сделано чуть дальше, для того, чтобы можно было организовать рядышком два остановочных комплекса и сделать пешеходный переход через новую четырехполосную дорогу. Со стороны больничного городка напротив первой поликлиники тротуара нет, поэтому по нормативам поставить там остановку не получится. Павильон может появиться чуть дальше по направлению Курчатова. Те остановки, которые есть на улице Зернова, останутся. Сейчас решается вопрос с организацией общественного транспорта, который будет заезжать на Семашко. То есть появится либо новый маршрут частного перевозчика или Горавтотранс, либо изменится уже существующий. Свои варианты заинтересованные стороны должны предложить до 16 октября. Еще один вопрос, который обсудили на совещании организации автобусного маршрута, соединяющего улицу Сахарова, ДК «Авангард», Музруково, старую часть города и район новостроек возле третьего КПП. В частности, на это есть запрос жителей улицы Менделеева. Есть трафик, есть жители, которым достаточно долго добираться до остановки. Вот организация нового маршрута, которая свяжет, например, улицы Менделеева, ну пусть будет, как обсуждалось сегодня, с 21-й площадкой, заходом как раз проездом через ДК «Авангард», как в эту сторону, так и в другую. Но вот это будет такой серьезный момент для проработки. Свои предложения по этому вопросу в Департамент городского хозяйства направят частные перевозчики и Горавтотранс. Затем варианты рассмотрят на Комиссии по безопасности дорожного движения. Канал 16 будет следить за развитием событий. Система персонифицированного финансирования дополнительного образования с помощью сертификатов предоставляет детям возможность бесплатно обучаться практически в любой организации. То есть государство через сертификат закрепляет за ребенком денежные средства на дополнительное образование. Подать заявку на оформление сертификата можно через специальный интернет-портал 52.navigator.ru На сегодняшний день в Навигаторе по нашему городскому округу представлено уже 112 общеразвивающих программ. В принципе, уже не выходя из дома, родитель может познакомиться с программами, с тем расписанием, которое уже есть в настоящее время в образовательных организациях, и выбрать для ребенка то объединение, которое ему, наверное, нравится. Таким образом будут учитываться потребности всех детей. И с помощью этой системы в конечном итоге должна сложиться достоверная картина вовлеченности мальчишек и девчонок в систему дополнительного образования. Мы увидим, конечно, какие наиболее востребованные объединения, с какими нужно будет поработать и где-то, наверное, более современные программы реализовывать. Чтобы получить сертификат, нужно зарегистрироваться на сайте Навигатора. Сделать это просто. Нужно ввести свои персональные данные и контакты. Потом можно выбирать программу и учреждение. Родитель может ознакомиться с тем, чем занимаются в программе, какие нужны дополнительные, допустим, материальные какие-то, может быть, затраты и так далее. Педагоги, которые работают. То есть там полностью очень подробно все написано. И в этом, наверное, один большой плюс Навигатора. Он систематизирует всю информацию. В нашем городе учреждения дополнительного образования принимают детей по старой схеме, по заявлениям. Но советуют родителям пройти регистрацию на портале. В этом учебном году программа будет работать в тестовом режиме. Поэтому после подачи заявки онлайн нужно прийти в выбранное учреждение и заполнить документы. Родитель должен принести во дворец свой паспорт, свидетельство о рождении ребенка и СНИЛС ребенка. Дети старше 14 лет приносят свой паспорт и свой СНИЛС. Предпрофессиональные программы в персонифицированном финансировании не участвуют. Поэтому на портале Навигатора нет объединений музыкальных, художественных, некоторых спортивных школ и школ искусств. Шестилетняя Рита пока ходит в детский сад. В следующем году пойдет в школу номер 12, которая расположена по соседству. Радостное ожидание учебы омрачают переживания мамы о том, что к учреждениям сложно подойти. Дорога узкая, поток машин идет сразу с трех сторон. Кто-то привозит детей в школу, кто-то выезжает из дворов на работу. Водителей останавливает только лежачий полицейский на спуске от УВД до улицы Казамазова. Никаких знаков для пешеходов нет. Очень сложно. Переходить машины едут, не всегда останавливаются. Иногда перегораживают прям вот сам подход к школе. То есть и детей отпускать от них страшно, и даже вот самим с ними переходить дорогу очень тоже. Внутри не очень страшно. Без помощи взрослых школьникам переходить дорогу становится опасно. Мешают еще и припаркованные вплотной автомобили. Водитель может не увидеть ребенка за поворотом. На пешеходов реагируют по-разному. Бибикают, иногда окошко откроют, могут сказать, не видишь, куда идешь. Так это мягко сказано. Пытаются, конечно, там притормаживать, но страшно иногда чувствуют, что притормаживают из больших скоростей. С этой проблемой сталкиваются почти все школьники и их родители. Саровчане считают, что пешеходный переход сделал бы их дорогу знанием безопаснее. Комфортно переходить дорогу или есть какие-то сложности? Есть сложности, потому что здесь ездят машины, то есть могут, ну не дай бог, задавить. Если ребенок будет переходить дорогу один, то мне будет страшновато, потому что, в принципе, здесь движение неконтролируемое. Каждый едет как хочет, паркуется как хочет. То, что здесь нет пешеходного перехода, я думаю, что да, люди бывают как послепая зону, выезжают и не видят перебегающих детей. Ну вот здесь достаточно, да, трудно, потому что машины с этой стоят, еще и с этой выезжают, ну, немного проблематично. Машины не останавливаются, не пропускают пешеходов. Деткам очень опасно, их не видно из-за машины. Вопросы по установке дополнительных знаков и пешеходного перехода на этом участке в ближайшее время рассмотрит комиссия по безопасности дорожного движения. Здоровье и жизнь детей напрямую зависят от взрослых. Пока вопрос не решен, водителям стоит быть бдительными, не превышать скорость на опасном участке и внимательнее смотреть по сторонам. Открытие нового стадиона – это большой праздник не только для учеников 16-й школы. Новый спортивный объект смогли опробовать школьники со всего города. В эти дни там проходит ежегодный чемпионат по легкой атлетике «Шиповка юных». На торжественной церемонии открытия и соревнования его участников приветствовали люди, благодаря которым в нашем городе появилась новая спортивная площадка. Мы традиционно проводим соревнования «Шиповка юных» на нашей территории. И надо сказать, что в этот раз вам будет и во все последующие годы вам будет очень удобно и комфортно и проводить, и участвовать в этих соревнованиях. Силами работников дорожно-эксплуатационного предприятия на этом стадионе появились новое футбольное поле, волейбольная площадка и площадка, предназначенная для разных видов спорта – беговые дорожки, сектор для прыжков в длину. Установлены новые урны и лавочки, уложено травмобезопасное покрытие. Проект «Межшкольный стадион» – идея депутатов Думы шестого созыва, которую поддержали в администрации. Останавливаться на одном стадионе власти не собираются. И такие же замечательные межшкольные стадионы в следующем году мы сделаем и на седьмом, и на седьмой школе, а дальше будем двигаться согласно плану, согласно, как мы говорим, протоколу, и дальше дойдем потихоньку до 12, и так потихоньку до других школ. Также во время открытия соревнований глава администрации Алексей Голубев вручил награды лучшим сотрудникам ДЭП. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Необходимость строительства нового здания 11-й школы обсуждали в нашем городе несколько лет. Наконец, в этом году при содействии губернатора Глеба Никитина удалось решить вопрос с финансированием. Пришлось взять проект повторного применения и его переработать с учетом изменений требований к охране объекта и пожарной безопасности. Нам удалось сделать довольно-таки интересный проект, который на сегодняшний момент даже пользуется своим интересом со стороны других областей, регионов. Хотят его приобрести. Соответственно, небольшая гордость за это, что мы смогли полученный проект переделать и получить довольно-таки интересный и качественный продукт. Проектом предусмотрено строительство пяти зданий. Это учебные корпуса и три спортивных зала. Такого в городе еще нет. Также школу полностью оборудуют элементами безбарьерной среды. Работу выполняет компания ТСК, подрядчик, который занимается расширением улицы Симашка. Практически заканчиваем вертикальную планировку. Ну и самое главное, демонтировали старую школу. Вертикальную планировку сейчас на этой неделе, ну, крайне на следующий закончим. Плюс земляные работы, это котлован, тоже завершаем. И, соответственно, на следующей неделе уже начнем бетонные работы проводить. То есть и планируем до конца года сделать ноль. То есть как бы нулевой цепь закончится. Все работы идут по графику. Еще один объект, который во время планового объезда осмотрели представители администрации, это 10-я школа. Напомним, сдать ее должны были в середине августа, но по ряду причин открытия пришлось отложить. Внешний ремонт практически завершен, за исключением главного крыльца. Заменены коммуникации. Идет работа над отмосткой. Это, кстати, одна из проблем, почему школа начала трещать. Потому что отмостка была порушенная, слив воды был под фундамент. И это привело к тому, что здание, в общем-то, не самой старой школы в городе, начало разрушаться. Строители проделали большую работу по укреплению стены всего основания школы. Осталось сделать дорожки из брусчатки, покрасить стены, повесить батареи и постелить линолеум. В октябре начнется установка мебели и техники. Сдать школу планируют в начале ноября. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Способы отлова, которые сегодня используют в Сарове, устарели. Уже около 20 лет применяют одни и те же транквилизаторы, чтобы обездвижить животное. Бывают случаи, когда оно не переносит препарат и погибает. Сегодня существует несколько новых, нетравмирующих вариантов сковывания животных. Также службе отлова нужна будет новая машина, оборудованная для перевозки собак и кошек. Все эти вопросы администрация взяла в проработку. Еще один аспект проблемы – содержание собак и кошек в приемнике. Пойманное на улице или сданное хозяевами животное обязано содержать 10 суток. После этого нужно выпускать их на волю. Для многих животных это верная смерть. Поэтому заботу о таких собаках и кошках берут на себя волонтеры. Кого мы можем, мы забираем. То есть есть неравнодушные люди, которые дома принимают, допустим, там маленьких котят, щенков. Ну, с щенками вообще проблема. Ну, вот, например, маленьких котят. Кого можем, вывозим. Кого не можем, они содержатся в приемнике. Силами сотрудников облечиваются. Уход идет. И также силами сотрудников приемника осуществляется пристрой. В среднем в месяц на содержание животных уходит порядка 50 тысяч рублей. В основном это пожертвования неравнодушных горожан. За те 10 лет, что волонтеры помогают приемнику, видны изменения в сознании людей. Все больше соровчан понимают необходимость бережного отношения к братьям нашим меньшим. Но полностью решить проблему пока не удается. Проблем безнадзорных животных конкретно решение – это стерилизация кастрации обязательно и проведение профилактических бесед, мероприятий с населением города, именно прививание ответственного отношения к животному. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. И, к сожалению, для некоторых граждан нашего города это еще не совсем приложенная истина. Волонтеры давно взаимодействуют с администрацией города и находят поддержку в решении многих вопросов. В том числе на совещании Алексей Голубев предложил им создать собственную некоммерческую организацию, чтобы претендовать на различные гранты и получать дополнительные средства из бюджета. Подобные встречи в администрации будут проходить раз в несколько месяцев, чтобы все заинтересованные стороны могли находить наиболее приемлемые варианты отлова и содержания безнадзорных животных. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Старшеклассники творят, узнают, создают – так звучит своеобразный слоган ежегодного слета учащихся. Сюда пришли ребята с активной гражданской позицией, разнообразными идеями и планами по их воплощению. Артем несколько лет активно участвует в проекте. В этом году заканчивает школу. Несмотря на предстоящие экзамены и подготовку к поступлению в ВУЗ, он уделяет время общественной деятельности. Это как площадка самовыражения. Во-первых, просто прийти, послушать, что делают в школах, что делают в организации. Также координационный совет статуса, который собирается каждую неделю. Я думаю, что это различные мероприятия для себя, для города. Представители молодежных объединений Сарова разделились на три площадки. На одной из них участники обсудили план ежемесячных занятий школы «Лидер». Ученики выбрали наиболее интересные темы семинаров, а также предложили спикеров, которых они хотели бы видеть в рамках проекта. Он поможет школьникам выявить и развить лидерские качества, научиться преодолевать трудности социализации и не бояться публичных выступлений. Егор Горин активно участвовал в обсуждениях группы. Девятиклассник уверен, полученные знания и навыки пригодятся ему в обучении будущей профессии. Я предложил тему, как уметь влиять на людей и как их заставить действовать, работать на той или иной задаче. В том числе заставить самого себя, скоординировать себя, свои силы и силы своего коллектива, чтобы вместе, совместными усилиями добиться результата. На другой площадке встречи обсуждался проект, который посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Школьники предлагали идеи тематических работ, городских событий и флешмобов, пути их реализации. 75-летие Победы – это ключевая дата ближайшего времени для нашей страны. И ребята готовят свои предложения о том, как школьники с 4 по 11 класс, школьники города Сарова, как они смогут поучаствовать в этом праздновании, в этом юбилее, что они могут сделать полезного и для взрослых, и для себя, и для города. Остальные участники обсудили общую программу деятельности Союза старшеклассников в этом учебном году. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Даниэла Казакова на выставке «Мечтаю, честь твори» представила сразу две работы – «Домовенок Кузя» и «Поп вместе с Попадьей». Последнюю девушка приурочила к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Семенове на международном фестивале работа Даниэла заняла второе место. Куклы сделали из текстильной техники, а сама комната из фанеры. Нужно было найти материалы, и чтобы коробка была и легкая, но и довольно плотная, чтобы стенки держались. Анастасия Мечтаева представила на выставке картину в технике маркетрии. Над ней девушка работала больше года. Самое сложное, по ее мнению, подобрать цветовую гамму и приклеить все детали деревянной мозаики на лист бумаги аккуратно. На моей работе изображена девушка в пледе вместе с олененком на фоне леса и гор. Я очень горда, что моя работа выставлена здесь. Все-таки это такая история. То есть тут выставлена работа еще первого только выпуска. И то, что моя именно работа попала на эту выставку, это очень здорово. Помимо нынешних учеников, на выставке представлены работы выпускников детской школы искусств номер два. Это резьба по дереву, художественная керамика, авторская кукла и даже горьковский гипюр. Экспонаты ранее выставляли в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, а также в Болгарии, Франции и Америке. В отличительной особенности этой выставки в том, что некоторые работы выполнены более 20 лет назад первыми выпускниками. Организовывать и посещать такие выставки важно, потому что они наглядно демонстрируют детям, чем жили наши предки, чем они увлекались, какой был у них быт. Ну и плюс они демонстрируют тем ребятам, кто собирается прийти на обучение, каких результатов они могут достигнуть в нашей школе. На выставке «Мечтаю, честь твори» представлено более 100 работ. Экспозиция продлится до 25 декабря. Посетить ее могут все желающие. Подробности по телефону 951-84, без возрастных ограничений. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Российская версия песни «Бейль» из мюзикла «Ноттердам де Пари» знакома практически каждому. Послушать ее в живом исполнении тех артистов, которые участвовали в самых первых постановках легендарного спектакля в нашей стране, довелось и Саровским зрителям. В наш город привезли не весь мюзикл, из него отобрали несколько арий. Получился своеобразный спектакль-концерт при минимуме декораций и без сложных танцевальных номеров. Мы сохранили логическую историю, где-то проложили вставочками каждые номера, чтобы была хотя бы какая-то рассказанная история, как от рассказчика какого-то за кадром. И, в принципе, все зрителю понятно теперь, о чем идет речь. Партию Феба одного из главных героев «Ноттердам де Пари» исполнял Эд Шульжевский. Впервые эту роль он сыграл в самых первых показах российской версии мюзикла в начале 2000-х годов, когда постановка была на пике популярности. Когда я играл в «Ноттердаме», мне Феб был не близок, он мне был очень далек. Мне тогда было всего 20 лет, сегодня мне 37. А Феб все-таки достаточно такой дерзкий, мужественный и расчетливый персонаж. Через пару лет Эду Шульжевского позвали на роль Ромео в мюзикл по произведению Шекспира. И тогда образ влюбленного 16-летнего юноши был понятнее артисту. Но спустя годы Эду стал ближе Феб. Самая любимая у него песня из «Ноттердама» – «Как мне быть». На разрыв, как говорится. И там есть где играть, и есть где развернуться в смысле вокала, потому что диапазон песни очень большой, очень много модуляций. На самом деле так написан весь «Ноттердам». С точки зрения вокала это очень интересный репертуар для вокалистов. Но это, знаете, как взять какую-то вершину, исполнить ту или иную песню, потому что там есть над чем работать, и есть определенные сложности. Во втором действии артисты показали отрывки из мюзикла «Ромео и Джульетта». Оригинальная версия, так же как и «Ноттердам де Пари», была поставлена во Франции. Она облетела весь мир, стала популярной в России. Саровские зрители смогли послушать любимые арии из этого мюзикла. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Ансамбль русской песни «Сударушка» – неоднократный победитель областных, всероссийских и международных конкурсов, обладатель многочисленных премий. В сентябре коллектив стал лауреатом первой степени на международном конкурсе фестиваля «Акватемплюс» в Сочи. Саровчан отметили в номинации «Народный вокал возрастной категории старше 25 лет» и вручили специальный приз фестиваля за лучший национальный костюм. Нам было бы, скажем так, стыдно его не занять, потому что всё-таки мы уже коллектив, которому исполнится 30 лет, и сейчас те участники, которые занимаются, они ходят уже каждые 15, 18, 20 лет. У нас большая практика выступлений на нашей сцене и за пределами нашего города. И, в принципе, это то место, которое мы получили, лауреат первой степени. Для меня это был ожидаемый результат. Фестиваль «Акватемплюс» проходил в 16-й раз при поддержке Санкт-Петербургской академии Елены Образцовой. В состав жюри вошли лучшие вокалисты и хореографы мира. Они отметили коллектив «Сударышко» за высокий уровень исполнения и сценическую культуру и предложили ансамблю давать гастроли по всему побережью. На фестивале выступил ещё один воспитанник Людмилы Корпушовой, Влад Глазков. Занимается мальчик в детском ансамбле русской песни «Забава». На конкурсе он исполнил две композиции «Залетала вольно пташечка» и «Эх, не пыли дорога». Влад стал победителем в своей возрастной категории и получил специальный приз за высокое профессиональное исполнение. Для победы в конкурсе мне помогали моя руководительница, моя бабушка. Я ожидал. Я ехал для того, чтобы получить руль от первой степени. Сегодня оба коллектива готовятся к отчётному концерту ансамбля русской песни «Забава», который пройдёт 3 ноября на сцене Дома культуры. На концерт могут прийти зрители всех возрастов. Движение – жизнь. С таким девизом саровчане пришли на забег атомных городов, который в этом году объединили с традиционным днём бега кросс-нации. Праздник организовали на стадионе «Юниор». Первые лица города поприветствовали участников, пожелали спортсменам успеха на старте и победы на финише. Забег проводится среди 20 атомных городов. Наш город не явился исключением. Сегодня присутствовали и детские сады, и саровые, и младшие, и старшие школьники, студенты вузов, студенты политехникума, ну и, конечно же, работники ядерного центра. Несмотря на холодную дождливую погоду, на старт вышли более 400 саровчан. С каждым годом количество участников растёт. Побороться за победу в забеге мог любой желающий, как любитель, так и профессионал. Женщины бежали тысячу метров, мужчины – 2019. Этот забег позволяет нам укрепить свою выносливость, сплотиться к ажаману, укрепить своё здоровье. Кто-то на забеге устанавливал личный рекорд, а кто-то отстаивал честь своего учебного заведения или предприятия. Повод для гордости был у всех, кто преодолел себя и пришёл в выходной день на кросс-нации. Евгений Интяпин работает на заводе «Авангард». В свободное время активно занимается спортом. За плечами у мужчины множество достижений в соревнованиях по лёгкой атлетике. Дистанцию забега Евгений преодолел быстрее всех. Здоровое спортивное мероприятие. Забег сегодня очень понравился. Была борьба. До финиша было ничего непонятно. Убежали вдвоём с Сметанином Иваном. На финише разобрались. Получилось выиграть. Праздничное настроение создавали творческие коллективы города. Никто не ушёл с пустыми руками. Всем участникам забега вручили футболки и банданы с символикой кросса. Лучших бегунов наградили грамотами и медалями. Бокс, баскетбол, прыжки на батуте, футбол и ещё десятки спортивных дисциплин. Как в этом многообразии выбрать для ребёнка подходящую секцию? Первый пункт на пути к чемпионству, который требует положительного ответа – здоров ли будущий спортсмен. Если врачи разрешили активные физические нагрузки, то можно приступать к выбору. И здесь нет чётких критериев. Это всегда выбор душой, сердцем. Как правило, это даёт предпочтение родителям таким общепризнанным видом спорта, плавания. Если это для девочек – это художественная гимнастика. Для мальчишек – футбол, баскетбол, единоборство. Икар – старейшая и самая крупная в нашем городе спортивная школа. За более чем 70-летнюю историю тренеры воспитали сотни юных чемпионов, которые прославили Саров на международной арене. И даже если в спорте не удастся достигнуть высот, ребёнок приобретёт навыки, которые помогут добиться успеха в жизни. Эти навыки им помогают в целом в жизни идти успешными, быть талантливыми и достигать цели, которые они перед собой ставят. Вот именно этому учит спорт, учит спортивная школа, тренеры, которые вкладывают детей в свою душу, так сказать. Как говорят тренеры, зачастую выбор за ребёнка делают родители, которые хотят видеть его на пледе стали подсчёта. Но заставлять заниматься через силу не стоит. Прежде всего нужна поддержка и понимание со стороны близких. Для того, чтобы воспитать чемпиона, нужно желание самого спортсмена, самого ребёнка, настрой родителей, готовых ему помочь, и профессиональный уровень тренера его, а также потраченные годы тренировочного процесса. Бывает, что любовь к спортивной дисциплине у ребёнка приходит чуть позже. А если польза видна на практике, то тренировки будут проходить с удвоенной силой. Жене Копыловой пришлось применить приёмы борьбы в школе. Обидчик явно не ожидал встретить отпор от девочки. Он синяк очень. Я всё рассказала учителю, и учитель, наоборот, похвалил меня, а поругал этого ученика. Присмотритесь к своему ребёнку. Спор должен соответствовать его наклонностям и характеру. Забудьте о своих амбициях и учитывайте интересы ребёнка. В паре Соня Соловьёва и Костя Боровков танцуют всего три месяца. За это время ребята успели выучить восемь коротких танцев и выступить с ними на всероссийском турнире «Кубок Росатома» в Заречном. И заняли там первое место. Было сложно. На паркете было много пар. Было сложно сосредоточиться. Но у нас получилось, и мы заняли первое место. Больше сложнее было Соня. Но она справилась, и я тоже помог. Говорил ей, какие движения, что там надо сделать. В начале лета в студии ДЭК образовалась ещё одна пара – Антон Линик и Диана Кузнеченкова. Спортивными бальными танцами оба занимаются больше пяти лет. Смена партнёра для них не в новинку. Сложнее всего для ребят было выучить за короткое время десять танцев и сразу показать их на турнире в Заречном. В своей высрастной категории пара стала лучше и привезла домой сразу несколько медалей. Наш результат вообще был неожиданным. Я думала, что наш дебютный концерт будет просто провальным. И мы просто тренировали наш прогон. То есть набирали физическую форму и так далее. Но, как ни странно, мы заняли первое место. Были тоже очень рады. И смотря на родителей, которые прыгали потом отчасти, да, это было классно. Кубок Русатома в Заречном проводится в 27-й раз. С каждым годом участников турнира становится всё больше. Танцоры приезжают из разных уголков России. Оценивает конкурсантов лучшие хореографы страны по нескольким критериям. Музыкальность, качество движения, взаимодействие в паре и презентация во время исполнения хореографии. Судей было 70 человек. В основном судьи были из городов Зато. Познакомились с очень прекрасным судейским и тренерским составом из Железногорска. Из Северска – это закрытые города. С ребятами из Заречного вообще уже давно дружим и давно имеем хорошие взаимоотношения. В эти выходные коллектив ДЭКа вновь отправится покорять новые вершины танцевального Олимпа, но уже в Саранск на фестивале «Радуга России». В свои 14 Соня Тютина – чемпионка области по пилотажным моделям и победительница чемпионата Росатома. В её копилке более 20 медалей и кубков. Больше всего спортсменка гордится бронзовой медалью, которую она завоевала в 2018 году на мировых соревнованиях по авиаспорту в Италии. А в этом девушка вновь решила повторить прошлогодний успех и отправилась на соревнования в Луго. Мы ездим в Италию уже второй год и там боремся со спортсменами. Я была единственной девушкой на соревнованиях и все меня, естественно, смотрели с интересом, все хлопали. На соревнованиях в Италии Соне предстояло пройти сразу два этапа Кубка мира по авиамодельному спорту в категории кордовых моделей. Девушке удалось обойти сильнейших участников турнира и выполнить норматив кандидата в мастера спорта. По итогам соревнований первый этап Соня завершила с результатом 244 км в час, второй – 263. Я собиралась, в принципе, пролететь 280 км в час, но у меня это не получилось, так как погода очень сильно менялась. То есть один день был жаркий, а другие все дни было очень холодно. Максимум я пролетела 252 км в час. И этот результат, естественно, меня не устраивает, поэтому на следующих соревнованиях я собираюсь показать более большой результат. В соревнованиях приняло участие более 100 лучших пилотов со всего мира – Китая, Швейцария, Новой Зеландии, Украины, Польши и других стран. Спортсмены демонстрировали свои навыки в управлении самолетов и разыгрывали первые места в классах скоростных, гоночных, пилотажных и моделях воздушного боя. Класс моделей очень сложный. Модели летят с очень большими скоростями, взлетают со специальной тележки. Тележка после взлета отделяется. И самое главное, что ручку управления во время полета нужно поставить на специальный пилон, для того, чтобы не было подгона и скорость была объективной. Очень часто спортсмены не справляются с моделью и они разбиваются. Мировой сезон по авиаспорту 2019 для авиамоделистов продолжается. Кубок мира по этому виду спорта разыгрывают по сумме трех этапов. Соня Тютина прошла все. Сейчас девушка находится на третьей строчке мировой турнирной таблицы. Итоги соревнований подведут в конце октября. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.